Техническое описание кода неисправности OBD2, цепь датчика положения дроссельной заслонки, педали, выключатели квот, E и квот, прерывистый что это значит? Этот диагностический код неисправности, DTS, это общий код трансмиссии, который означает, что он применяется ко всем более новым автомобилям 1996 года, Dodge, Chrysler, Hyundai, Jeep, Mazda и т.д. Несмотря на общий характер, конкретные этапы ремонта могут отличаться в зависимости от марки, модели, исходя из своего личного опыта, я обнаружил, что сохраненный код P2129 означает, что модуль управления силовой трансмиссией, PSM, обнаружил прерывистую неисправность в цепи для цепи датчика положения дроссельной заслонки, EPS, TPS обычно представляет собой датчик типа потенциометра, который завершает цепь опорного сигнала 5 вольт, механизм TPS приводится в действие с помощью удлинителя вала дроссельной заслонки или специально разработанного язычка на датчике, когда дроссель открывается и закрывается, контакты в датчике перетаскиваются через монтажную плату, изменяя сопротивление датчика, при изменении сопротивления датчика напряжение цепи TPS колеблется, PSM распознает эти колебания как различные степени приведения в действие дроссельной заслонки, PSM использует сигналы входного напряжения от TPS для расчета времени подачи топлива и зажигания, он также использует входные данные TPS для контроля потока всасываемого воздуха, содержания кислорода в выхлопных газах, функции рециркуляции выхлопных газов и GR и процента нагрузки двигателя, Если PSM обнаруживает определенное количество прерывистых или ошибочных сигналов от TPS, в течение установленного периода времени и при запрограммированном наборе обстоятельств, код P2129 будет сохранен, и может загореться индикатор неисправности, MIL, серьезности Симптомы TPS играет важную роль в управляемости двигателя, поэтому хранимый код P2129 должен быть обработан с некоторой степенью срочности, симптомами кода P2129 могут быть, неуверенность при ускорении черный дым из выхлопных газов двигателя, Особенно при запуске, задержка запуска двигателя, особенно при холодном запуске, снижение эффективности использования топлива Коды, связанные с сохраненными выбросами, могут сопровождать причины P2129 Возможные причины для этого кода двигателя, неисправный или неправильно отрегулированный TPS Разомкнутые или закороченная проводка или разъемы TPS Обвязка или поврежденная дроссельная заслонка Плохой PSM или ошибка программирования PSM Процедуры диагностики и ремонта Хорошей отправной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания, TSB, для вашего конкретного автомобиля Ваша проблема может быть известной проблемой с известным исправлением, выпущенным производителем и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики Обычно я использую диагностический сканер, цифровой вольт, ометр, DVOM и точный источник информации об автомобиле AllData DIY Для диагностики кода P2129 Успешная диагностика обычно начинается с визуального осмотра всей проводки и разъемов, связанных с системой Мне также нравится проверять дроссельную заслонку на наличие признаков коксования или повреждения углерода При необходимости отремонтируйте или замените неисправную проводку или компоненты Затем снова проверьте корпус дроссельной заслонки и TPS Подключите сканер к диагностическому разъему Восстановить все сохраненные коды неисправности и записать их для дальнейшего использования Я также храню любые связанные данные с топ-кадра Мои заметки часто полезны, если сохраненный код оказывается прерывистым Далее я бы очистил коды и провел тест-драйв автомобиля Продолжите диагностику, если код сброшен, если оно не сброшено, состояние может ухудшиться Прежде чем будет поставлен правильный диагноз, управляйте автомобилем в обычном режиме Пока PSM не перейдет в режим готовности или код не будет сброшен Выполните проверку бюллетеней технического обслуживания, TSB Которые относятся к конкретной неисправности и транспортному средству, о которых идет речь Проконсультировавшись с источником информации о вашем транспортном средстве Если применимо, используйте информацию, содержащуюся в соответствующем TSB Чтобы помочь с вашим диагнозом, PSE могут быть особенно полезны при диагностике прерывистого состояния Поток данных со сканера может дать полезную информацию относительно сбоев и несоответствий в датчике положения дроссельной заслонки Если вы сузите поток данных сканера для отображения только соответствующих данных Вы получите более точный ответ на данные, если никаких сбоев не обнаружено Используйте DVOM для проверки TPS Использование DVOM дает вам доступ к оперативным данным Если соответствующие измерительные провода подключены к заземлению и сигнальным цепям Наблюдайте за дисплеем DVOM, одновременно управляя дросселем Посмотрите на глюки напряжения Когда дроссельная заслонка приводится в действие медленно из закрытого положения в широко открытую дроссельную заслонку Напряжение обычно колеблется от 0,5 В при закрытой дроссельной заслонке до 4,5 В при полностью открытой дроссельной заслонке Если обнаружены глюки или другие несоответствия, предположите, что тестируемый датчик неисправен или неправильно отрегулирован Дополнительные диагностические примечания, если TPS был заменен, а P2129 продолжает сохраняться Обратитесь к источнику информации об автомобиле для получения спецификации регулировки TPS Используйте DVOM, с тестовыми проводами, подключенными к заземлению и сигнальными цепями, чтобы точно отрегулировать TPS